Всем привет! Поговорим сегодня о позах и разберем ошибки, связанные с ними. Давайте начнем. Человек на протяжении жизни всегда находится в какой-либо позе. И даже когда он просто стоит столбом, это тоже считается позой. Просто в большинстве случаев оно неуместно в рисунке и выглядит неестественно. В обычной же жизни человек, как правило, полурасслаблен. На самом деле, самые популярные ошибки в рисовании поз вытекают из-за невнимательности художника и из-за незнания самой позы. Что я имею ввиду под словами «самые популярные ошибки»? Первое. Опорная нога в стороне. В позе контрапост, например, опорная нога сдвинута к середине. Человек встает таким образом не задумываясь, так как это устойчивое положение. Если же опорную ногу сместить ближе к плечу и дальше, человек просто упадет. Так и в рисунке. Вторая. Неуместность позы. Я рассказывала выше о позе так называемого столба. Это отличный пример и очень распространенная ошибка. Например, рисунок с тремя персонажами. Они общаются. Вроде как все разные. Но стоят практически все одинаково. От этого картина в целом выглядит неестественно и неинтересно. Такое часто бывает из-за неопытности художника, который знает две с половиной позы. И если понаблюдать за людьми на улице, они все разные. Не только по внешности, но и по положению тел. Кому-то удобнее стоять в контрапосте. Кому-то с руками в карманах. Кто-то стоит выпучив таз вперед. Проблема со скудным выбором позы в голове решается рисованием людей с натуры. Либо рисованием пост с референсом. Если возвращаться к теме неуместности, то в бурном разговоре, например, неуместно стоять просто так. Человек должен и эмоциями на лице, и движением тела показывать, что он увлечен рассказом. Продолжение следует... И третье. Отсутствие пластичности. Часто страдает пластичность в позе, а ведь она также важна, как пропорции и анатомия. Бывает так, нашел хороший референс. С точностью срисовал позу с референса, но все равно что-то не так. Все равно человек-дерево, как говорится. Чаще всего всему виной отсутствие пластичности и непонимание художника в самой позе. Продолжение следует... Важно понимать, что человеческое тело не просто сбор линий. Это формы. Формы, перетекающие одну в другую. И вместе они создают живую и естественную пластику человеческого тела. Каждый изгиб на теле не просто так. В каждой позе есть свои характерные черты. Сейчас я хочу показать пару стоячих поз для ваших работ и немного разобрать их. Первая поза – контрапост. Я не раз упоминала эту позу выше. Контрапост – это положение, при котором опора фигуры сосредоточена на одной ноге. Это одна из популярных поз, так как люди в обычной жизни пользуются ей довольно часто. Поэтому в рисунке она выглядит естественно и расслабленно. Такую позу удобно использовать, когда персонаж стоит, но при этом находится в состоянии покоя. Рисовать такую позу несложно. В этом вам помогут три оси. При этом эти три оси помогут также нарисовать и персонажа в движении. Это будет выглядеть достаточно динамично. Вторая позиция более уверенная. Тут опоры распределяются на две ноги, которые при этом достаточно далеко друг от друга расположены. Сама грудь выпечена вперед, а на ней скрещены руки. Такая позиция подойдет уверенным персонажам. Также я использовала эту позу в референсах. Я считаю ее достаточно понятной и убедительной. Причем если нарисовать персонажа с выдвинутой грудной клеткой вперед, как в первом варианте, это выглядит величественно и уверенно. А если наоборот сгорбить персонажа, эмоции меняются на задумчивую и недоверчивую. Может в какой-то степени есть еще много вариантов, как обыграть эту позу. Например, одну руку опустить, а вторую поставить на бедро. При этом сгорбить персонажа. И вот позиция имеет уже другой характер. По настроению, как по мне, немного схожим с контрапостом. Вариаций пост очень много. Я лишь показала самую малость в качестве примера. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным и вдохновило на рисование. Спасибо за просмотр. Всем вдохновения. Пока.